Здравствуйте! Это колонка главного редактора студии Дмитрий Нечаев. Ну что, коронавирус наступает. Негативные, но объективные прогнозы специалистов, к сожалению, увы, сбываются. Пандемия и в стране, и в нашем регионе снова обновляет максимальные цифры со времени ее начала. Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции Тверской области, по данным на 30 октября, за сутки лабораторно подтверждено 146 новых случаев заболевания ковидом. Скончались 6 пациентов. Больше всего заболевших за минувшие сутки выявили в областном центре в Твери. Всего же на настоящее время в регионе подтверждено почти 9,5 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Примерно 5,5 тысяч человек были вылечены. Ну а вот 319 тверетян с подтвержденным коронавирусом, увы, скончались. Что касается России, то по данным на 30 октября выявили аж 18 283 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. И за последние сутки 355 больных скончались. Это в Российской Федерации. Ну а вообще с начала эпидемии в Российской Федерации зарегистрировано более 1 миллиона 600 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Ну и за весь период умерли 27 656 пациентов. И вот здесь встает вопрос, что этому натиску противопоставляется. Новые меры. Как стало известно, правительство Российской Федерации приняло решение о выделении дополнительных средств регионам на нужды здравоохранения в период пандемии. В том числе и на укрепление материально-технической базы, медучреждения и закупку средств индивидуальной защиты, систем тестирования. А также на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, которые проходят лечение дома. И вот теперь о нашем регионе. Тверской области на это направят более 47 миллионов рублей. Чтобы максимально быстро довести эти деньги до страждущих, 30 октября губернатор Игорь Руденя провел заседание оперативного штаба. Он поручил Минфину, Минздраву и Комитету госзаказа региона оперативно организовать закупки и поставку препаратов в больницы. А также организовать бесплатное обеспечение лекарствами граждан, которые находятся на амбулаторном лечении. И вот этот механизм начнет действовать с ноября 2020 года. То есть буквально на днях. Там же, кстати, на том же заседании также обсудили возможность увеличения госпитального фонда. Ведь мы из сообщений СМИ знаем, с какими трудностями уже сталкиваются медики в некоторых регионах России при госпитализации ковидных пациентов. Ну и надо сказать, что сейчас в нашем регионе размёрнуто более полутора тысяч коек для лечения пациентов с коронавируса. Созданы резервы на базе Зубцовской и Кашинской центральных районных больниц областной клинической больницы. Предусмотрены и дополнительные возможности. Количество коек госпитального фонда можно увеличить более чем на тысячу в нашем регионе. И ещё важный момент. Успех борьбы с пандемией во многом зависит от сознательности граждан. Примером тому может послужить, ну, например, китайский опыт. Нам есть, кстати, чему у них поучиться. Ну и вот, кстати, в администрации Твери заработала горячая линия, по которой каждый может сообщить о нарушениях масочного режима в городе. Звонки принимаются по телефону 8 906 549 69 69. Но этот номер есть в интернете. Напомню, что согласно постановлению губернатора Тверской области в регионе действует обязательный масочный режим. Все граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при посещении общественных мест в транспорте, магазинах, в административно-деловых центрах, ну и подобных местах. Подобные же меры профилактики рекомендует Роспотребнадзор и главный государственный санитарный врач Российской Федерации. Ну а вот невыполнение этих требований, кстати говоря, подпадает под вполне конкретную статью 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и грозит физическим лицам штрафом. Физическим лицам этот штраф составит от 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам от 10 до 50 тысяч рублей и предпринимателям от 30 до 50 тысяч рублей. А вот юридическим лицам уже можно раскошелиться от 100 до 300 тысяч рублей. Ну и что в итоге? В итоге хочется сказать, что, впрочем, никакие санкции не заменят личной ответственности и сознательности граждан. То есть нас с вами. Впрочем, большинство уже осознало всю величину угрозы, тяжесть последствий, риски заражения и ведут себя адекватно ситуацией. Ну что ж, на этом сегодня ставим точку, а в следующий раз поговорим о других последствиях пандемии, социальных и экономических. С вами был Дмитрий Нечаев. До встречи.